Торжественная линейка 1 сентября в этом году пройдет только для первых и одиннадцатых классов. Остальных ждет тематический классный час «Самара. Город трудовой доблести». На такие меры в Самаре пошли из-за эпидемиологической ситуации. В связи с режимом ограничительных мер скорректировать пришлось и программу по организации отдыха детей на каникулах. В этом году впервые нам пришлось работать в таком режиме дистанционном. Поэтому по поручению Министерства просвещения Российской Федерации и Департамента образования в рамках регионального проекта «Прокача лет 63» разработал свой городской дистанционный социально значимый проект «Самарские каникулы-2020». Он начал свою работу 1 июня 2020 года. Старт дала глава города. Для детей провели лекции, мастер-классы и конкурсы. Участие в проекте приняли более 230 тысяч человек. В середине лета открыли двери лагеря, но с рядом ограничений. В августе, когда распространение коронавирусной инфекции пошло на спад, можно было открыть пришкольные лагеря. Но все учебные заведения уже начали подготовку к первому сентября. Оставлять детей без внимания не стали и организовали спортивные и развлекательные площадки на территории школ. Возобновили и летнее трудоустройство подростков. Уже приступили в соответствии с новыми рекомендациями распотребнадзора к трудоустройству на свежем воздухе, в том числе. Вполнение таких легких работ, разрешенных законодательством. Поэтому двигаемся в соответствии с планами и занятость трудовой детей тоже будем продолжать обеспечивать. В последние летние дни с самарскими школьниками занимаются специалисты дополнительного образования. Программа мероприятий размещена на школьных сайтах, а также в родительских чатах, в социальных сетях. Мария Левина, Григорий Плешаков. События.